Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. У нас сегодня будет с вами интереснейшая беседа с нашим новым гостем, с Андреем Мальгином. Андрей Мальгин – это человек, который был писатель и журналист, и когда-то издавал потрясающий журнал «Столица». Более того, он открыл постсовку, вот эту самую запрещенку. Огромное количество авторов, которые раньше не выпускались, Довлатова, например, и так далее. Андрей Викторович, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, я тоже рад. Друзья, перед тем, как мы начнем, я традиционно призываю вас подписываться на все наши YouTube-площадки, и, конечно же, старайтесь как можно больше лайков и комментариев, не забывайте. Андрей Викторович, вы смотрели на вашу кенгурушку, и прочитал я потрясающего с гербом Украины, с Тризубом, и прочитал я, что вы родились в Севастополе, в Крыму. Скажите, вы воспринимаете Украину своей родиной? Вы считаете Украину своей родиной? Ну, стал воспринимать, и стал воспринимать именно после 2014 года. И это, конечно, не случайно, потому что я-то родился в Советском Союзе, считал, что я родился в Советском Союзе, и как-то особенно не делал различия между республиками, в которых мне приходилось бывать или жить. Ну, родился-то я в Севастополе, но я родился в семье военно-морского офицера, и когда мне исполнился год, меня вот буквально еще в коляске повезли жить в Подмосковье, и с тех пор я там появлялся только в пионерских лагерях, так изредка, и то не каждый год. Но все-таки свидетельство о рождении у меня, выданное в 1958 году на украинском языке. И когда сейчас начинают нам рассказывать, что вот это вот, все это какого-то было особого причинения Москве, особенно Севастополь, так я вам скажу, что это не так. Это у меня написано в свидетельстве о рождении, которое выдано в 1958 году. А после того, как Крым был аннексирован, я подумал, что мне хорошо бы получить уже настоящее украинское свидетельство о рождении, уже новой Украины. И я позвонил в первую попавшуюся юридическую контору, находившуюся в оккупированном Крыму, и сказал, что вообще говоря, я хотел бы обновить свидетельство, получить более свежее. Они сказали, что нет вопросов. Оказывается, все ЗАГСы крымские вовремя были вывезены, кажется, в Херсон. И мне оттуда прислали новенькое, прекрасное украинское свидетельство о рождении. Вот скажите, если украинские вооруженные силы, а к этому все идет, к этому идет подготовка, все-таки уничтожат Крымский мост и начнут деоккупацию Крыма, как вы считаете, и проведут ее, как вы считаете, это будет поражением, главным поражением России, и что тогда станется с путинским режимом? Ну, я думаю, что это будет первый шаг к поражению России, потому что, вообще говоря, поражение России – это не только территориальная справедливость, не только это, то есть возвращение к границам 1991 года, поражение России – это и дальнейший путь России, то есть что будет с Россией дальше? Потому что можно отогнать врага за границей, на этом остановиться, ну, знаете, что, вообще-то говоря, когда выгоняли гитлеровскую Германию с территории СССР, в том числе с украинской территории, на этом не остановились, правильно? Конечно. Потому что пошли дальше. Я совершенно не призываю двигаться и захватывать Москву, там, Урал, Сибирь и так далее, но добиться падения режима, а он не обязательно упадет в результате потери Крыма. Вот это важно. Поражение России будет тогда, когда путинский режим, фашистский режим закончит свое существование, и вот это и будет падение и поражение России. Андрей Викторович, ваш отец, вы сами сказали, был офицером военно-морского флота, военно-морских сил. Когда вы смотрите сейчас на вот эту вот российскую путинскую армию, которая наполнена уже зэками, маньяками, педофилами, и вот сейчас узнали еще и каннибалами, что вы ощущаете? Что вы думаете об этом? Ну, я ничего не ощущаю, потому что я, собственно, ничего нового не узнал. Я всегда знал об этом, что такое российская армия. Я никаких иллюзий на этот счет не питал, а то, что она в условиях больших потерь боевых вынуждена пополняться из вот таких сомнительных источников, это тоже следовало ожидать, и это, кстати говоря, было и во время Великой Отечественной войны, когда очень-очень и очень большие силы на фронт были брошены не только в результате мобилизации довольно жесткой, но и в результате опустошения заполненных сталинских лагерей. И многие герои, которых принято называть героями, и о которых рассказывали нам в школах советских, например, Александр Матросов, это зэки, которые были взяты на фронт, чтобы они искупили свою вину. Вот именно с этой мотивацией приезжал покойный Пригожин на зоны и говорил, вы искупите свою вину. Поэтому все те случаи, когда вернувшиеся с Украинского фронта зэки снова брались за старое, начинали убивать, насиловать, грабить, и тем более те случаи, когда где-то там на периферии с содроганием узнавали жителей поселков и городов, что к ним вернулись маньяки, которым давали и 25 лет, и 23 года, вот как этим двум, о которых вы сейчас упомянули. Они с содроганием об этом узнают. Ну так их всех помиловал Путин, счел, он подписал это, там везде стоит подпись президента, по-другому нельзя помиловать. Счел, что они достаточно искупили свою вину. То есть, убив каких-то мирных граждан России, сев в тюрьму, оказывается, можно искупить свою вину, убив украинцев, которые ничего плохого не сделали, на Россию не нападали и никого в России не убивали. А как вы думаете, а зачем Путин сейчас выделяет аж триллион рублей и в 29 регионах Российской Федерации строит новые тюрьмы и колонии? Ну, вы знаете, я уехал из России 15 лет назад. И за это время режим, конечно, пережил огромные трансформации. А сейчас уже в связи с фильмом Марии Певчих вспоминают, то есть не вспоминают, к сожалению, а нужно вспомнить, те трансформации, которые путинский режим пережил с 2000-го по нынешний 2004-й. Мне кажется, что там несколько этапов, и Путин, которого назначал Ельцин в преемнике, и Путин с сегодняшнего дня – это вообще разные люди совершенно. И они не один раз сменили кожу, а несколько раз сменили кожу, знаете, как ящерицы или змеи. Вот. Поэтому то, что сейчас он строит, это, может быть, будет шаг уже к следующему Путину. В следующий раз придется сменить кожу, и от этих точечных репрессий, которыми занимается режим, может быть, он перейдет к более массовым. Тут мне трудно судить, но, возможно, такую перспективу они для себя рисуют тоже, да. То есть великий террор возможен во времена Путина? Конечно, возможно. Вот сейчас все уже обсуждают то, что готовится российское наступление в мае и в июне. Об этом говорят все, об этом говорят в Украине, об этом говорят в России, об этом говорят и на Западе. И Макрон заявил недавно в интервью, что если Путин пойдет, если это наступление прольет украинскую оборону, если ситуация станет более критичной, чем она есть сейчас, более сложной, скажем так, чем она есть сейчас, то он не исключает, что Франция направит свои войска. Это будет новая фаза в этой войне. Что это будет означать? Как это изменит ситуацию? Что тогда будет с точки зрения понимания российской стороны, на что она может пойти в свою очередь? Как вы оцениваете? Я, честно говоря, в такую перспективу не верю. И считаю, что это фигура речи Макрона, которую надо обдумать и попросить дальнейших разъяснений. Я вижу, что у него сейчас уже просят журналисты дальнейших разъяснений. По двум причинам. Во-первых, Франция – это член Евросоюза. И серьезные внешнеполитические решения она не может принять без все-таки согласия, не обязательно формального, но просто устного какого-то, других членов Евросоюза. На вот войск на украинский фронт никогда Евросоюз не пойдет. Там всегда будет часть государств, и значительная, не только Венгрия и Словакия, но будет значительная часть государств, которые будут против, и даже Германия и Польша будут против этого. Вот. А с другой стороны, вторая причина все-таки – Франция член НАТО. Был период в истории НАТО, когда Франция выходила из военной организации НАТО. И тогда это было возможно. Но сейчас Франция – полноправный член именно военной, военного блока. И любые перемещения французских военных, тем более на столь масштабном театре военных действий, обязательно должно быть согласовано в НАТО. В НАТО тоже много государств, которые будут против такого развития событий. Прежде всего против этого будут США. Поэтому я думаю, что то, что он сказал, – это важное заявление в поддержку. Но я не думаю, что его можно осуществить. Конечно, следует не по чайной ложке вообще выдавать вооружение, а у НАТО и у Евросоюза даже в целом есть очень большие возможности и очень большие запасы того, в чем нуждается Украина, и что она до сих пор не получила. Вот если с этой стороны подойти к вопросу, то мне кажется, что вероятность украинской победы многократно повышается. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. У вас нет, кстати, такого ощущения, что если в этом году Путин не одержит победу или не продвинется серьезно, то в следующие годы, конечно, режим постепенно рассыпется. Ну, я еще раз хочу повторить то, что уже сказал. На мой взгляд, режим Путина, во-первых, он может продолжаться и после Путина, даже если он помрет. Все равно режим Путина продолжится. К этому есть все основания. Я не вижу никаких других возможностей. И, во-вторых, все-таки поражение Путина – это, ну, как бы необходимое условие. Как не понимать этого, на поле боя или не на поле боя. Но если все вот сейчас замрет, как уже последний год, в общем-то, мы наблюдаем, то ничего там не будет сыпаться. Нет, там есть и экономические резервы, и людские резервы, финансовые резервы. ВПК перестроилась, дали ему возможность это сделать. В принципе, при большем натиске 2022-2023 года можно было думать, что все закончится быстро. Но сейчас страна стоит на военных рельсах, и экономика на военных рельсах. Я думаю, что ничего там не рассыпется без окончательной победы. А как вы считаете, вот, допустим, представим себе ситуацию, режим Путина рухнул. Путин рухнул, скажем так, не режим Путин рухнул. Как вы считаете, что останется с этими ключевыми чекистами времен Вадимира Путина? Патрушевым, Сечиным, Бортниковым, рядом других людей? Ну, простите, крушение Советского Союза было еще более масштабным, чем если подумаешь, там, режим Путина рухнул, и какой-то другой придет. Ну и что стало со всеми этими Кручковыми, все всякими? Вот поэтому мы и подходим к самому важному вопросу, наверное. Необходимо ли и важно ли в этом случае полностью уничтожить КГБ как институцию, о чем когда-то говорила Старовойтова? Необходимо ли это все дело иллюстрировать? Необходимо ли все это дело выявить, наказать, раскрыть архивы и так далее? Ну, конечно, это необходимо. Вот только кто этим будет заниматься? Дело в том, что как раз если говорить о перспективах режима, то самый вероятный путь для конца режима, вот этого путинского, это переворот, внутренний переворот. То есть это какое-то большое смещение в верхах, когда одни части вот этой политической государственной элиты окажутся в тюрьме, а вторая часть государственной элиты возьмет на себя власть. И вот то, что вы перечислили, это необходимые условия, но не факт, что участники переворота, новая власть, как мы ее назовем условно, что они пойдут по этому пути. Совершенно не факт. И само устройство общества, вот та вертикаль, которая сейчас создана, она ведь требует полностью уничтожения для того, чтобы начинать новую жизнь. А дворцовый переворот, он приведет к смене верхней части вот этой головки. Вот что они решат, по какому пути они пойдут, будут ли они экономически так прижаты, что будут вынуждены встать на колени перед Западом и просить снять санкции. Запад, естественно, выдвинет условиям не только военное разоружение, но и экономический, политический реформ. Вот это мы не знаем. Поэтому я вообще, в принципе, пессимист. Но я тоже пессимист. Вы тоже считаете, что ФСБ может остаться у власти? Ну, я думаю, скорее всего, останется вообще все. И режим останется даже при смене, в результате переворота какой-то верхушки. Мне кажется, что само устройство этого режима останется незыблемым, ну, уж на поколение вперед. Вот сейчас дали распоряжение всем российским чиновникам, что они не имеют права без разрешения покидать границы Российской Федерации, выезжать за пределы России. И я не вижу, на самом деле, какой-то причины, почему бы не запретить это все со временем обычным российским гражданам. Как вы считаете, железный занавес все-таки упадет со стороны России? Неизбежен. Железный занавес неизбежен. И я думаю, что это дело гораздо более близкой перспективы, чем нам кажется. Вообще, очень важный рубеж – это вот инаугурация Путина, которая произойдет на днях. 7 мая. Да, и Путин должен будет поменять правительство. Я думаю, что он радикально поменяет правительство. Мне кажется, что, и почему-то никто не поддерживает мою точку зрения, но мне кажется, что руководство Министерства обороны поменяется. И руководство силовых ведомств поменяется, включая МВД и, возможно, ФСБ, в последнем я менее уверен. И тогда будут уже приниматься законы по ограничению каких-либо вообще контактов с внешним миром. Они уже и сейчас носят такой, с точки зрения режима, полукриминальный характер. Уже каждый человек, который поехал за границу или вернулся оттуда – это уже очень подозрительный человек. И то, что сейчас происходит на границах, мне многие мои знакомые, родственники вынуждены приезжать в Россию время от времени, говорят о том, что да, и контроль усилился, и подозрительность усилилась, и задается множество невероятных вопросов, которые раньше не задавали. А то, что в анкетах появится снова пункт, есть ли у вас родственники за границей и прочие, которые казались нам абсолютной дикостью, и что было, в общем, отменено уже Горбачевым в конце перестройки. Я думаю, что все это должно вернуться. Вся логика развития событий говорит об этом. Я думаю, что выезд закроют. И тут еще есть одна важная вещь, потому что с ноября планируются совершенно иные принципы мобилизации использовать для мужчин. Там будет такое правило в ноябре о том, что электронная повестка будет считаться врученной повесткой. И достаточно отправить куда-нибудь на госуслуги такой аккаунт, да, есть, по-моему, в Украине есть подобная система под другим названием, ну, куда стекаются все государственные услуги от поликлиники до военкомата. Вот, и, значит, отправка туда повестки будет, просто отправка туда повестки, неважно, получил, прочитал или тогда будет приравнено к тому, что сейчас называется получение повестки. И автоматически, вот по этому закону, с ноября будет закрываться выезд за границу тем, кому отправлена такая повестка. Это, ну, это предусмотрено законом. И даже странно, что это только с ноября. Но это будет. И я бы советовал всем, кто размышляет, находится в тяжелых раздумьях, уезжать, не уезжать, а на что я буду жить, а как мне быть, все-таки этот вопрос для себя решить до ноября, по крайней мере. Собрать чемоданы и уехать из России. Да, если граница не будет закрыта до этого волевым решением Путина, она точно будет закрыта в ноябре, потому что иначе он не сможет пополнять армию, не сможет думать ни о каких там наступлениях, контрнаступлениях, и даже об обороне. Вот, поэтому вот последний уже рубеж, когда это может состояться, а я думаю, что раньше состоится, вот последний рубеж 1 ноября. Андрей Викторович, вот вы упомянули по поводу Министерства обороны Российской Федерации. Мы видели это расследование в отношении зама Шойгу Иванова. Взялись уже из-за другого зама Шойгу. Взялись из-за губернатора Московской области, который тоже является человеком Шойгу за его людей. Но очевидно, что шатают Сергея Кожугетовича Шойгу, министра обороны России. И вот действительно интересно ваше мнение. Его уберут или его ослабят, убрав всех остальных вокруг него? И кто получит бразды правления, бразды управления? ФСБ? Нет, я не знаю, кто получит. Я думаю, что Путин все-таки всю свою карьеру руководствовался принципом весов. Он уравновешивал одну чашу весов, другой чашей весов. И я думаю, что он все-таки осознает, что ФСБ сейчас имеет неограниченные большие полномочия. И в таких условиях там ведь тоже может вызреть заговор. Поэтому ему нужно обязательно иметь другую чашу весов. Поэтому я думаю, что преемник Шойгу не будет из рядов ФСБ. Мне так кажется, я могу ошибаться, но мне так кажется. Но то, что его будут менять, это неизбежно. Неизбежно. Вот сейчас ему поставили какие-то задачи к 9 мая или к инаугурации или еще к чему-то, что-то там сделать. Он, конечно, этого не сумеет сделать. И вот это будет такой понятийной причиной. То есть не формальной, а понятийной. То есть вот, а, ты не сделал, ну так а чё ж? Всё, давай отвечай, мы тебе дадим другой участок работы, а сюда поставим другого человека. А формальных никаких придирок тут не надо, потому что, ну просто по Конституции, президент после инаугурации должен поменять кабинет министров. Вот и всё, он и поменяет. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это всё связанное со мной. И мои книжки, и конфеты, птичье молоко, Гордон в шоколаде, и носки, и зефир, Гордон, и чёрный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Андрей Викторович, грядёт 8-9 мая, приближается эта дата. Путин отказался устраивать эту победобеси, которая называется «Бессмертный полк», хотя акция изначально планировалась ребятами из Томска, в том числе и Аркадием Майофисом, как абсолютно что-то альтернативное от того, что устраивал обычно Путин, но тем не менее. Как вы считаете, вот эта вся история, мифы, точнее, об истории, которую рассказывал Путин и его клика на протяжении предыдущих 20-25 лет, это важное условие, в принципе, смены режима, изменения России? Нужно ли отказываться от этих всех мифов и переходить на общеевропейскую историю? Ну, ни от каких мифов Путин отказываться не будет. Он создал альтернативную историю, создавал давно, скрупулезно, привлек, по его мнению, ученых, да, типа Мединского, там, ну, и через запятую можно там десятки фамилий назвать уже сейчас. Поэтому все эти мифы создавались им с прицелом на века. Так же, как он считает, что сейчас он создает свой личный вклад в историю, он осознает себя как крупного исторического деятеля, особенно в истории России, сопоставимого, там, я не знаю, с Петром Первым и Иваном Грозным, там, и так далее, да, он так думает. Он пытается это доказывать. И все исторические мифы, которые сейчас поднялись со дна вот этого, этой исторической науки, да, они все будут использоваться. Мы наверняка увидим еще какие-то другие. То, что так не очень соответствует этим мифам, уже убирается на второй план, или это убирается из учебников истории, вообще не упоминается. Либо мы возвращаемся к советским мифам. Когда теперь у школьников учат, что советско-финская война началась по той причине, что надо было отодвинуть границу от Петербурга, вот как интересно, какая причина для войны, да, от Ленинграда. Вот. Или когда, значит, снова ставится вопрос о том, что в Катыни польских офицеров расстреляли гитлеровцы, что сама же российская власть доказала, что это не так. И во время визита Ельцина в Польшу, а потом и Путина в Польшу, были переданы документы, оригиналы исторических документов, заседание Политбюро, где это все обсуждалось, решение, завизированное членами Политбюро, все документы, где вообще пофамильно названы каждый, кто стрелял в этих поляков. Вот вдруг опять мы возвращаемся к советскому мифу о том, что вот нет, это сделали гитлеровцы, инсценировали, чтобы нас замазать. То же самое, огромное захоронение жертв сталинских репрессий. Сейчас вместо музеев концлагеря ГУЛАГа организуется музей работников НКВД, например, в тех же самых помещениях. Да, или опять вдруг неожиданно, значит, как в Сандармахе, выяснилось, что ах, ах, вот все эти трупы, которые лежали там многометровым слоем, это оказывается все, это не НКВД сделало, это опять же сделали гитлеровцы. Вот, поэтому все эти мифы, они создавались не для того, чтобы от них отказываться. И, ну, я могу сказать, что даже когда, ну, поменялась власть в 91-м году, да, и Россия начала самостоятельное существование, появилось слово «россияне», которое придумал Гельцин, и стал, значит, обращаться к соотечественникам, даже тогда советские мифы не очень-то торопились развенчивать. И сейчас за это не просто нельзя их развенчивать, за это сражают в тюрьму. Попробуй скажи, что Зою Космодемьянскую, которая ходила и поджигала вообще жилища, значит, ни в чем не повинных вообще деревенских жителей, там, коровников вместе с их лошадями, там, не, 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 она как бы действовала не против немецкой армии, она просто-напросто уничтожала имущество обычных крестьян, что вот ее сдали крестьяне, немцы, вообще-то, поймали и туда сдали. Нет, она же герой, оказывается. Так же, как, попробуй скажи что-нибудь о 28 героях-панфиловцах в тюрьму, а попробуй скажи, что Аврора не стреляла по Зимнему дворцу вообще. Ну, понятно. И прочее, прочее. Есть большое количество мифов, которые пытались раскачать, ну, в том числе и я, кстати говоря, и многие публицисты перестроечные, которых, вот эти мифы, которых мы раскачивали, и нам казалось, что мы раскачали их, их все-таки власть новая 91-го года не решилась опровергать, отвергать, убирать из школьных учебников, и не решилась вообще-то заявить, что мы не преемники Советского Союза. Мы другое государство. А Советский Союз – это клубок огромных преступлений. Это и голодомор, это и репрессии, все-все-все. Вот ничего этого новая российская власть не сделала. Наоборот, она заявила, что она правоприемник, закрепила в это в ООН, что она правоприемник и так далее, и так далее, и так далее. А надо было сказать, нет, мы не правоприемник, мы другое государство. Давайте мы раздеремся с тем. А как вы считаете, что необходимо делать с РПЦ после падения путинского режима? С Гундяевым, с его кликой и с РПЦ. Необходимо ли это все дело каким-то образом иллюстрировать? Что вообще делать с этим институтом, который стал на самом деле абсолютно преступным, чекистским и кровавым по своей сути? Ну, вы знаете, это будет зависеть от того, какова будет власть. То есть, насколько режим будет продолжать путинские традиции, насколько он будет правоприемником, и будет ли он рвать с путинскими идеологическими клише. Потому что в своем нынешнем состоянии церковь РПЦ, Московский патриархат, он составная часть вертикали власти. Это как министерство. Поэтому вот так же вы можете спросить, а вот что будет после смены Путина с министерством, я не знаю, по природным ресурсам? Вот такой же вопрос можно задать относительно РПЦ. Это министерство. И для того, чтобы оно перестало быть министерством, мало сменить режим. Для этого должна пройти реформация самой церкви изнутри. Насколько она готова, насколько там есть личности, готовые реформировать церковь, мы не знаем. Но сейчас патриарх Кирилл, очевидно, обеспокоен вот этим будущим и заранее отлучает от церкви, запрещает в служении тех священников, которые, на его взгляд, нелояльны ему и нелояльны войне, нелояльны тому фашизму, который сейчас, ну, олицетворяет путинский режим. Поэтому я думаю, что церковь будет реформироваться в последнюю очередь. В последнюю очередь. Там не будет бунта священника. Ведь это, вообще говоря, формально самоуправляемая организация. Конечно, администрация президента фактически назначает патриарха. Но формально каждый приход имеет свою самостоятельность. Конечно, они управляются там своими епархиальными всякими, значит, начальниками. Но формально снизу вот эта внутрицерковная революция может состояться. Другое дело, есть ли эти люди. Я не знаю. Друзья, перед тем, как мы продолжим, я вас призываю традиционно подписываться на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, гостя Гугордона. И не забывайте оставлять уже как можно больше лайков и комментариев под этой нашей беседой. Надеюсь, она вам нравится. Надеюсь, она вам интересна, как мне. Андрей Викторович, поговорим о фильме, наконец, Марии Певчих, который называется «Предатели». Долго я тянул до этого, но, тем не менее, я не могу вас об этом не спросить. Я видел, как вы сморщились, все это увидели. Я понимаю, что вам не нравится. Знаете, когда я его посмотрел, этот фильм, все три серии, я подумал для себя, что Мария Певчих назвала при всех предателей, но не Россия, а тех предателей, которых Путин считает предателями. У вас нет такого ощущения внутреннего? Ну, вы знаете, я сморщился не от того, что вы упомянули фильм этот, а потому что уже, ну, я не знаю, невероятное количество раз мне пришлось его комментировать, и сама Мария Певчих считает, что я прямо зациклен. Они и на ее фильме. Но на самом деле это не так. Дело в том, что этот фильм, он имеет и достоинство свои, и свои недостатки. Достоинством этого фильма является то, что они, конечно, нащипали очень много фактов, которые действительно являются фактами. И, скажем, во второй серии вот это описание залоговых аукционов, оно близко к реальности. Но недостаток и главный недостаток заключается в том, что Мария Певчих уверена, что движущей силой любых общественных процессов являются деньги и материальная заинтересованность людей. Вот это роднит их с Путиным. Это, а не то, как они относятся к конкретным историческим фигурам. Потому что Путин, он жрет деньги. Он считает, и иногда небезосновательно, что все проблемы можно решить деньгами. Если не удается решить деньгами, значит, можно решить еще большими деньгами. Именно так он решает вопросы мобилизации. Именно так он решает вообще военные вопросы. Именно так он решает вопросы общественного мнения на Западе, например. И сейчас все больше и больше вскрываются вот эти случаи, когда просто это коррупция. И Путин считает, что с помощью коррупции, с помощью денег, с помощью больших денег можно заткнуть, например, протесты жен погибших или мобилизованных. Вопрос, надо дать им денег. Ах, они продолжают. Давайте дадим им три раза больше денег. Они опять продолжают. Все, получайте в десять раз больше и заткнитесь. И они затыкаются. Вот. И вот такое же точно отношение к деньгам, как я думаю, у Марии Певчих, которая считает, что единственным, именно единственным двигателем экономических реформ 90-х, в том числе приватизации, является коррупция тех, кто эту приватизацию проводил, чиновников, экономистов, а также, как она говорит, выгодоприобретателей. То есть тех, кто во время этой приватизации что-либо приобрел. А это не так. И когда, там прямая, есть цитата, но это понятно и из всего смысла, даже без всяких цитат. Когда она говорит, что Ельцин был коррупционером, семья Ельцина была коррупционерами, и смысл назначения Путина в том, чтобы сохранить наворованное. Она не понимает, что такое КПСС, правда? Это вранье. Это просто вранье. Потому что я, что касается приватизации, до 96-го года за этим внимательно следил. Залоговые акционы уже выпали вне поля моего зрения, потому что в 96-м году упомянутый вами журнал «Столица» был закрыт. И я был тогда глубоко оскорблен происходящим. И я вообще прекратил всякое участие в общественной деятельности, в политической деятельности, тем более в экономической деятельности. Занимался совершенно своими делами, далекими от политиками. Поэтому я могу отвечать с полной ответственностью за то, что происходило до 96-го года. То есть вот до тех самых пресловутых выборов, которые объявлены нечестными. А на самом деле они были честными. Вот. Вот я за этот период могу отвечать. Я могу сказать точно, что никто из тех, кто там участвовал, не считал личное обогащение мотором для того, что делалось. Во-первых, был очень сложный переход от советской экономики на экономику рыночную. Практически это было невозможно сделать в краткий срок, а приходилось это делать, потому что казна была пуста, бюджет был пуст, нечем было платить зарплату, развалилось под руками все. А красные директора забрали ту собственность, которую они могли забрать, насколько хватило их полномочий, и не платили налогов вообще, отказывались, потому что говорили, а ну если я заплачу налог, они тогда не заплачут зарплату. Ну, самое интересное, что они и зарплату тоже не платили. И вот в этих сложнейших условиях это все было. И кроме того, к этому присоединялся азарт участников этого дела. Я, как бы не участвовал, не был выгодоприобретателем, но я видел, как все эти люди из близкого расстояния, не буду называть фамилии, но все, кто занимались приватизацией, насколько они охвачены этим азартом и осознанием того, что они строят абсолютно новое общество, новую экономику, все новое строят своими руками. И вовсе они не думали о том, что там положить к себе в кошелек на Каймановых островах. Андрей Викторович, вот вы знаете, что меня взбесило в этом фильме, хотя я считаю, что вообще эта тема и ее освещение это полезно. Вот потому что для людей независимости, люди, которые родились уже после 1991 года, это важно понять, что происходило. Но не так, как это поясняется в этом фильме. Но мне кажется, что меня раздражает, что Мария Певчих рассказывает, что Путин это следствие, а не причина. Но он же входил в семью в 1997 году. Он же был близок в том числе к этим всем людям. Он же имел отношение к сменяемости преемников у Ельцина. Он же имел ко всему этому отношение. И он был тоже коррупционером. И путинская коррупция, и путинские домики, и путинские терезанские сахары не в сравнении с тем, что происходило вообще и до 1996 года, и до 2000. Вам не кажется, что это какая-то странная история, когда Мария Певчих рассказывает о том, что Путин герой, который спас Собчака, что Путин это следствие, не причина, что Путин вообще ни к чему не имел никакого отношения, просто появился, как черт из табакерки. Это не странно для вас? Нет, ну, мне вообще ничего не странно в этом фильме. Я все время вижу, почему говорится то или другое. Мне вообще не странно ничего. Мне странно только заключительные фразы, которыми заканчивается фильм, то есть его третья серия, когда Мария Певчих говорит примерно так, что очень важно это все узнать, в этом всем разобраться, что там было 30 лет назад и даже 35 лет назад, для того, чтобы не повторять вот эти ошибки, для того, чтобы еще раз вот этого не произошло. О чем она говорит? О каком еще одном разе она говорит? О чем? Что она придет к власти и будет новой приватизацией? Нельзя повторять ошибок, что ли? Не будет она никогда у власти и приватизации никакой новой не будет. Кстати, каким бы президентом была Мария Певчих, как вы считаете? Да нет, она даже не могу об этом даже думать, не то что говорить, потому что это совершенно исключено, это какая-то не научная фантастика, это даже, это невозможно. Она может стать в случае там победы фонда борьбы с коррупцией на выборах, они почему-то сделали ставку на выборы, и что является их огромной ошибкой, особенно за два года этой войны участие вообще в путинских выборах в кавычках, это огромная ошибка, которая полностью уводит оппозицию от настоящих целей, которые могли бы перед ней стоять. Так вот, она может прийти к власти только в результате выборов без кавычек, а этих выборов не будет, не добьется она этого, этого не будет никогда в России, не будет в обозримом будущем, на ближайшие поколения этого не произойдет, не потому что это плохо, это очень хорошо, демократические, открытые выборы с честным подсчетом голосов, но этого не произойдет. Андрей Викторович, я недавно узнал, что вы принимали активное участие и помогали покойному убитому Алексею Навальному в создании фильма «Он вам не Димон». Предоставляли ему определенные сведения, данные, документы и так далее. Вам не кажется странным, что, потому что все ждали, что выйдет фильм об убийстве Навального, выйдет фильм о расследовании, а почему-то было потрачено время и деньги и ресурс на фильм «Предатели» перед инаугурацией Путина? Вам не кажется это вообще каким-то очень и очень странным явлением? И как вы для себя это объясняете? Почему не Навальный в приоритете, оказалось? Ну, начнем с Навального. Я завел журнал в начале 2005 года, тогда это становилось постепенно модно, и каждый пытался найти в живом журнале свою нишу. И я за вот этот период, мне, кстати, это живой журнал Роскомнадзор только что доступ к нему закрыл, прислал на все уведомления, и читатели на территории России вместо журнала видят дырку, и они его не видят. Вот, я с самого начала несколько раз, и, кстати, я не был резко негативно настроен к Путину, нет, так скорее нейтрально, но все-таки мной была написана книга в 2005 году, в том же самом, которая называлась «Советник президента», и там я, ну, некоторое окружение Путина описывал с натуры, да, с прозрачными псевдонимами, многие себя узнали. Но все-таки... Дмитрий Быков говорил, что это потрясающая книга когда-то, Дмитрий Львович. Да, его лицензия, да, была первая, собеседники такая, ну, восторженная, мне было очень приятно, потому что я-то его знаю совсем молодым, он в столице работал, как молодой журналист пришел работать. Вот, но, значит, тогда уже я начал заниматься потихонечку всякими расследованиями. И в 2007 году пришел Навальный, позже, на два года, мы с ним общались, и не только на почве живого журнала, но он приглашал меня, и я выступал на его мероприятиях, в публичных дебатах, которые он вел, и он приглашал туда, я помню, Машу Гайдар, он приглашал туда Белова, Поткина, то есть представителя националистического такого лагеря, которым немного тяготел он тогда. Вот, и если говорить, ну, по хронологии, то мои-то расследования начались немножко раньше. Когда уже стал ясен, ясна цель, мишень, и когда действительно Навальный стал становиться политической фигурой, и стал проводить это до Фонда борьбы с коррупцией уже самостоятельное расследование, когда заявил о Единой России как о партии жульков и воров, то некоторые расследования шли, ну, параллельно. И когда речь шла о зарубежной недвижимости депутатов, то иногда он просто, ну, цитировал меня, брал у меня фотографии, какие-то документы и так далее. Мне помогали, конечно, люди, в том числе адвокаты, которые живут за границей, имеют доступ к первичным документам судебным и по недвижимости. Но потом, ну, как-то это шло параллельно, но потом образовался фонд борьбы с коррупцией, и он полностью сосредоточился именно на коррупции правящего класса, на коррупции режима, и это было очень важно в тот период для того, чтобы снизить поддержку вот этой проправительственной партии и депутатов и так далее, он однажды обратился ко мне, потому что он видел мое расследование, читал про недвижимость Медведева в Сочи перед Олимпиадой, он построил себе такой секретный, довольно благоустроенный такой замок небольшой и проложил для себя личную трассу государственную для своей семьи, и мне это прислали доброхоты, до сих пор я не знаю, кто это, возможно, какая-то башня Кремля, может быть, еще кто-то, со съемкой, фотографиями и так далее, и Навальный меня попросил дать ему те документы первичные, которые я использовал, и фотографии, что я и сделал, поэтому в фильме «Он вам не Димон» небольшая часть, совсем небольшая, крошечная часть этого расследования базируется на том, что я ему передам, вот лично ему, у нас была переписка, она у меня сохранилась. Но тем не менее, почему вам кажется, что фильм «Предатели» вышел первее, чем фильм о расследовании на убийство Навального? Ну, во-первых, я очень надеюсь, что они занимаются расследованием на убийство Навального, потому что все это вообще выглядит довольно странно. «Привезли», тут же похоронили, габуха в морге выдала тело, и через два или три часа оно уже было в земле, ну, с промежутком, который мы все видели во время прямой трансляции. Вот. Я надеюсь, что все-таки расследование «Фонд борьбы с коррупцией» и там какие-то другие расследователи, которые занимались другими, связанными с Навальным, происшествиями ужасными. Вот. Я думаю, Христо Грозе в первую очередь. Я надеюсь, что все они этим занимаются. Но действительно, когда они объявили, что вот завтра будет супер-пупер расследование века, вот эти «Предатели», я думал, что это и будет расследование смерти Навального, потому что ничего другого я не мог предположить. И, конечно, я сел смотреть прилежно и был абсолютно ошарашен сразу же, когда увидел, что из часового фильма первые 15 минут занимает совершенно ничтожный эпизод о квартирах на осенней улице, которые Ельцин якобы в коррупционных целях подарил своим приближенным. Когда я это увидел, я был очень глубоко разочарован, а когда еще через 10 минут я узнал, что Ельцин коррупционер, я был даже оскорблен. Андрей Викторович, этот фильм совпал уже с переделом собственности в России масштабным, который набирает обороты все больше и больше каждый божий день. Путин забирает макаронные фабрики, забирает виновельни, оборонные заводы, порты и так далее. Список можно перечислять. Агропромышленные комплексы целые. И его силовики. Как вы считаете, вот эти фигуранты фильма олигархи 90-х, Абрамович, Авин, Фридман, Дерипатанин, Дерипаска тот же, зять Юмашева, Путин их рассчитает? Путин заберет у них имущество? Откуда я знаю? Я не знаю. Когда вы смотрите на тенденцию, которая сейчас в России? Ну, до того, как перейти к вышеперечисленным, есть очень много жирных кусков, которые можно забрать. И которые действительно забирают. Раз в неделю, как минимум, мы стали получать сообщения о том, что что-то возвращено в собственность государства, какой-то результат такого-то акциона отменен, и так далее, и так далее. Насколько это зайдет дальше, я не знаю, но этот процесс идет, хотя бы потому, что кормовая база сокращается у силовиков, которые составляют основу режима, а им хочется все-таки жить так, как живут те же самые упомянутые олигархи, да? То есть, каждый силовик не хочет наблюдать за сладкой жизнью олигархов, а наблюдать за яхтами, дворцами, и так далее, а он хочет это все иметь сам, и на примере этого Иванова, замминистра, мы это видим, но это и у других замминистров, я уверен, все имеется, вот, поэтому, насколько они пойдут дальше, я не знаю, но что касается певчик, то, ну как, ну, я бы ее назвал полезным идиотом, понимаете? То есть, она из лучших побуждений все это нам рассказала, но, конечно, совершенно не для того, она отрицает то, что она призывает к отъему этой собственности обратно государству, и я думаю, искренне возражает, таких призывов нет, но это напрашивается, если отняли общенародную собственность, вот она была у народа какого-то, она говорит об этом, а отдали за бесценок, она говорит, людям, которые на этом нажились, напрашивается следующий ход, если произошло такое ужасное преступление, как быть? ну, естественно, значит, надо пересмотреть эти итоги, этих залоговых пационов, этой приватизации, что такое пересмотреть? Значит, вернуть, как было, но, во-первых, это абсолютно социалистический, левый, крайне левый подход, потому, потому что никакой у народа, у которого это все отняли, собственности не было, не было, советский народ был бесправный, это были рабы, никакой собственности, никаких предприятий собственности, и даже угласовая его, в котором человек жил, квартиры, у этих людей не было, а реформаторы эту собственность стали отдавать именно народу, прежде всего, приватизация квартир, каждый получил часть вот этой, в кавычках, общенародной собственности, я говорю общенародной в кавычках, потому что она не была общенародной, это принадлежало государству, ужасному, тоталитарному государству, приватизация мелкого бизнеса, почему-то она ни слова об этом не говорит, она говорит только о приватизации десяти предприятий, да, я согласен, когда происходит в экстренном режиме для того, чтобы наполнить бюджет, а особенно это важно было, конечно, перед выборами, когда олигархи серьезно опасались, что власть поменяется и придет другая власть, которая обещает лишить их вообще нажицу непосильным трудом, скажем так, цитатой, это все учитывалось, и, конечно, они раздвигали локтями друг друга, конкурируя с друг другом, они могли устраивать и нечестные аукционы, я это допускаю, но при этом, при всем, сам процесс приватизации был очень важен, я не помню, кто, Чубайс или Гайдар, но кто-то из них сказал фразу, которая сейчас вот как раз вот такими социалистами, как Мария Певчих, считается криминальной, неважно в чьи руки попадет собственность, неважно за сколько, хоть за бесплатно, даже если придется приплатить этому новому владельцу, пусть быстрее государство избавится от этой собственности, пусть как можно больше, вот здесь была такая фраза сказана, такая спорная, пусть как можно больше собственности перейдет в руки частных лиц и заработает рынок, и он заработал, и когда пришел Путин, это уже был хорошо проработанный работающий рынок, кто там как получил, пожалуйста, разбирайтесь, но ни в коем случае не ставьте вопрос об отъеме собственности, потому что отнимая крупную собственность, вы обязательно придете к отъему всякой другой собственности, и тогда начнутся вопросы, и они уже начинаются, вот даже тот же дом на Осенней улице, который она вначале рассказала нам, а третью серию начала с квартиры Собчака, квартиры Собчака, это квартира, которая была у Собчака, плюс он выкупил, расселил коммуналку, которая была рядом, за деньги он купил, вообще-то говоря, и вот давайте теперь будем рассматривать, а, вот какой-то человек, не Собчак, Иванов Петров Сидоров, он купил квартиру по хорошей цене или по заниженной цене, или вообще получил ее бесплатно, а хорошо ли это, а, наверное, он коррупционер, а возможно, что и коррупционер, и 30 лет назад коррупционным образом участвовал в этом всем, возможно, скорее всего нет, но возможно, я не хочу оправдывать коррупционеров, но сейчас, залезая туда на 30-35 лет назад, мы можем очень много наломать дров и развернуть развитие страны именно туда, куда разворачивают путинские вот эти его силовики. Андрей Викторович, немножко времени остается до конца эфира, вот ваш наставник, если так можно выразиться, был Юрий Щекочихин, человек, которого убили, убил Путин, его режим, ужасно убили, работал он, был в разделе «По русавкам» «Схаморской правде», по-моему, да, потом в «Новой газете». Сейчас на «Новую газету»… В «Литературной газете» был, в «Литературной газете». Потом в «Новой газете», да. Да, сейчас на «Новую газету» вновь обрушивается силовой блок, вновь начинаются гонения на Кирилла Мартынова, на главреда «Новая газета Европа». Ему угрожают «Луговой», убийца Литвиненко в первую очередь. Как вы считаете, кстати, на «Команду» новой газеты тоже начинаются гонения? Как вы считаете, начнётся вот эта вот снова волна политических убийств или расправ в России? Вот, с Навальным закончилось, вот дальше. Журналистов ли будут убивать на территории Российской Федерации вновь? Какое ваше ощущение сейчас? Ну, во-первых, я не знаю, остались ли на территории Российской Федерации независимые журналисты. Это большой вопрос. Сначала нужно ответить на этот вопрос, а потом уже ставить другой вопрос, будут ли их убивать. А может, их там и нет уже, кого убивать. То есть, там все подконтрольные и все присягнули режим и пишут какие-то совершенно ужасные вещи. Вот я сегодня утром проснулся, прочитал, тоже в таком пропутинском издании, со ссылкой на британских учёных, а знаете, обязательно нужно дать ссылку или на британских учёных, или на немецких членов Бундестага, или что-то такое. Так вот, со ссылкой на британских учёных я сегодня прочитал, что оказывается в Европе вспышка инфекционных заболеваний в больницах, и британские учёные установили, что главной причиной этой вспышки являются гендерно-нейтральные туалеты в больницах. И обосновывается. Вот, ну, понимаете, вот когда с таким журналистом имеешь дело, то думаешь, ну, будет против него репрессия, не будет против него репрессии, в общем, какая мне разница. Вот. А вот таких настоящих журналистов, тем более журналистов, расследователей, мне кажется, в России нет. Последний вопрос. Лукашенко стал строить в Сочи резиденцию, большую дачу. Как думаете, зачем? И зачем он понадобился там Путину в Сочи? Зачем он строит эту дачу? И что это, в принципе, означает? Ну, прямо я думаю, что фонд борьбы с коррупцией должен немедленно и наверняка уже этим заниматься. Кто там платит за эту дачу? Как там внутри интерьеры? Есть там шест для стриптиза или нету? Как там, значит, сколько комнат отведено для любимой собачки там, Лукашенко и так далее? Я думаю, что вот они этим сейчас занимаются. я вообще бы сейчас вот этот вопрос вот этих дворцов всяких резиденций Лукашенко и не Лукашенко вообще отодвинул бы даже не на второй, а на десятый план. И то, чем занимается сейчас фонд борьбы с коррупцией, не выпреком, но все-таки это мое замечание на полях их деятельности, это попытка бежать за поездом, который давно уже ушел. Очень важный был период, когда такие расследования были нужны для того, чтобы компрометировать власть, да, и для того, чтобы там, на каких-то выборах она получила меньше процентов. Сейчас власть не боится быть скомпрометированной, выборы ей совершенно не страшны. Главный вопрос, который недостаточно в поле внимания вот этого ФБК с его разветвленной сетью сторонников по всей стране, это вопрос войны, вопрос войны. И надо подумать, что мы можем сделать для того, чтобы Путин проиграл. Если мы покажем фотографии очередной резиденции и поэтажный план, поможет ли это победе Украины и проигрышу Путина? На мой взгляд, нет. Поэтому, ну, я не знаю, что делали большевики. Они же большевики, в общем-то. А как думаете, Марии Певчих, интересно Украина? Ей важно, чтобы Украина победила? Я этого не знаю. Я этого просто не знаю. Я хочу задать этот вопрос. Вот прямо вот я хочу задать. Мария Певчих, напишите мне в Твиттере или в своем Твиттере. Вы как считаете? Украина должна победить? Как она должна победить? Что будет считаться победой Украины? А, извините, вопросы, ну, давайте спросим и про Крым у Марии Певчих? Чей Крым? Традиционный вопрос. Давайте мы спросим у Марии Певчих, почему Фонд борьбы с коррупцией не занимается организацией саботажей на предприятиях военно-промышленного комплекса, используя свою сеть? Почему не занимается агитационной работой среди мобилизованных? Где работа на фронте, чем занимались большевики, ваши предшественники? Где работа на фронте? Где работа с семьями мобилизованных и тем более с семьями погибших? Где это все? Где антивоенная деятельность, которая сейчас должна быть основной? Номер один. Вот эта деятельность должна быть номер один. А коррупционные расследования под номером десять должны идти. Поэтому я считаю, что вот этот дворец Лукашенко, мне плевать на дворец Лукашенко, но мне очень важно, что происходит на фронте, честно сказать. Друзья, спасибо большое, что оставались все время с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, гостях у Гордона. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев по этой беседе. Ну и, конечно же, кликайте на звоночек для получения новых уведомлений о наших видео. Их будет больше, больше и больше день от дня. Андрей Викторович, спасибо большое, что были с нами. До свидания. До новых встреч. Пока. Пока.